Как премьер Пашинян строит Армению, свободную от коррупции борьба нового правительства Армении во главе с Николом Пашиняном с коррупцией набирает обороты. Громкие разоблачения уже коснулись акс-чиновников и политиков, еще недавно занимавших самые высокие посты в стране. Борьба с коррупцией, объявленная новым правительством Армении, не затухает, а, напротив, захватывает все новые сферы. В поле зрения правоохранителей оказываются люди, еще несколько месяцев назад занимавшие самые высокие посты в стране. Похоже, заявление премьер-министра Никола Пашиняна о том, что все украденные у народа деньги будут ему возвращены, и Армения будет страной, свободной от коррупции, не являются чисто декларативными, говорят наблюдатели. Борьба с коррупционерами невзирая на лица. Только за последнюю неделю августа уголовные дела были возбуждены против фэкс-премьер-министра страны Овика Абрамяна, его брата Дженика Абрамяна и бывшего начальника полиции Армении Алика Саркисяна. По данным Следственного комитета Армении, в превышении служебных полномочий, мошенничестве и вымогательстве подозреваются бывший министр транспорта и связи Гагик Бегларяна депутат парламента прошлого созывом Герси Дракян. Подозреваемые в незаконном обогащении члены семьи и брата Сержа Сарксяна Ливона объявлены в международный розыск. Под следствием сыновья другого брата Сарксяна, Александра, Следственный комитет выяснил, что группа высокопоставленных лиц препятствовала деятельности горнодобывающей компании Авазаатик. Они, по данным следствия, потребовали от руководства компании 60% акций предприятия. Глава компании и несколько других свидетелей по делу назвали имена Овика и Джаника Абраминов и Алика Саркисяна. Уголовное дело уже направлено в особую следственную службу республики. В ходе расследования другого уголовного дела правоохранители выяснили, что бывший министр транспорта и связи Гагик Беглариан замешан в вымогательстве, а также в сборе конфиденциальной банковской информации. В деле фигурирует и бывший депутат армянского парламента Мгерси Дракян, допустивший превышение должностных полномочий. Дело ведет управление по особо важным делам Следственного комитета Армении. Лишить коррупцию в Армении материальной базы. Эксперт Армянского института международных отношений и безопасности Рубин Меграбиан считает, что это вторая волна объявленной новыми властями страны борьбы против криминала и коррупции, и следует ожидать дальнейшего развития событий в том же русле. Впрочем, эксперт считает, что нынешний этап борьбы с коррупцией можно охарактеризовать как, скорее, борьбу с коррупционерами, но не с самой коррупцией. Это представляется закономерным, поскольку без системных реформ, которые лишат коррупцию материальной базы, внутренних криминальных связей, этой круговой поруки и многих других элементов, борьба с коррупцией не может быть комплексной, заявил Меграбиан ДВ. При этом, подчеркнул он, власти проявляют в данном случае исключительную политическую волю. В краткосрочной перспективе эти вопросы могут быть решены, но для этого нужно понимать, что скорейший роспуск нынешнего парламента, новые внеочередные выборы, это просто императив. И еще, понятно, что с нынешней исчерпной судебной системой борьба с коррупцией может еще долго топтаться на месте, указывает Рубен Меграбиан. По его мнению, важно не только возбудить уголовное дело, провести расследование и предъявить обвинение, но и дождаться решений судов. Борьба с коррупцией, а не сведения счетов. По выражению адвоката по уголовным делам Вагнабабаяна, в Армении была выстроена система взаимоотношений и негласных правил, где сами люди в большинстве своем участвовали в разных коррупционных схемах, начиная от школы поступления на работу и заканчивая вопросами предпринимательской деятельности, когда они соприкасались с налоговыми структурами и таможенной службой. Основой же всей этой структуры, считает юрист, были правохранительные органы и судебная власть, которые также были коррумпированы, от поступления на работу до получения взяток. Везде действовали свои коррупционные схемы, а руководители силовых структур и судьи беспрекословно подчинялись одному лицу, главе государства, указал Бабаян в интервью DW. Теперь, когда они свободны, полагаю, борьба с коррупцией будет иметь продолжение, и думаю, в ближайшее время мы услышим о новых уголовных делах в отношении бывших министров, депутатов. При этом Бабаян считает, что пока остается открытым вопрос о кадровом составе правоохранительных органов, на многих должностях, включая генпрокуроры и судей, остались старые кадры, назначенные прежними властями. И, к сожалению, они часто имитируют независимость, а на самом деле тормозят борьбу с коррупцией. Чтобы этого не происходило, продолжает Ваган Бабаян. Не исключено, что в стране может быть установлено правосудие переходного периода, разумеется, с соблюдением всех правовых норм. В противном случае все воспримут действия правительства как сведения счетов со старой властью, подвел итог Бабаян. Уважаемые читатели, помогите увидеть этот пост большему количеству читателей. Ведь если его не лайкают и не пишут комментарии, алгоритм прекратит показы. А мне очень хочется, чтобы то, что мы пишем для вас, до вас доходило, спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал.